МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, студенты! Очень рад вас видеть всех. Садитесь. На заре человечества люди рассказывали друг другу истории, но потом поняли, что эти истории через какое-то время забываются, и придумали новую форму записи — это летописи. Вот в летописях уже пытались изложить те события, которые были на тот период, как прямые свидетели, так и в пересказе. И сейчас современная история, в общем-то, знает о том, что происходило раньше, благодаря таким летописям. Но помимо летописей, есть еще другие документы того, что происходило тогда, когда нас не было. Дальше. Это могут быть различные письма друг другу, берестяные грамоты, это могут быть настенные изображения, это газеты, в которых описываются непосредственно события, происходящие в данный момент, а через какое-то время это становится историческим документом. Также фотографии, фотографии, на которых изображено то, что происходило в тот самый момент, когда это было сделано. Но это все документы, сделанные человеком. А что было до того, как появился человек? Можем ли мы узнать об этом, что было до появления человека? Можем. Дальше, пожалуйста. Есть исторические документы в виде отпечатков древних организмов. Есть скелеты, оставшиеся нам от этих организмов. И благодаря этим скелетам мы можем восстановить облик, внешний облик этих организмов. Мы можем построить по строению взаимосвязи, родственные взаимосвязи между этими организмами и построить историю развития жизни. Но на самом деле в нашем организме есть такая система, которая записывает нашу историю, и эта система является ДНК. ДНК – это молекула, которая представляет собой цепь из нуклеотидов. И эти нуклеотиды, как буквы, идут друг за другом, и у каждого организма свои специфические последовательности, которые записывают информацию о том, как развиваться организму, какой он будет, какие признаки у него будут, как он будет реагировать на внешние условия. И более того, эта молекула, ДНК, позволяет не просто хранить и реализовать эту информацию, но и позволяет ее копировать. ДНК у нас двуцепочечная, и во время деления, перед делением клетки, эта ДНК раскручивается на две одиночные цепи и восстанавливаются недостающие нуклеотиды по принципу комплементарности. То есть, здесь в буквочке А – это аденин. К аденину присоединяется тимин, к гуанину – цитозин. Таким образом, во время репликации у нас создаются две абсолютно точные копии ДНК, и организм получает эту информацию от своих родителей. Дальше, пожалуйста. Информация, заключенная в нашем геноме, она очень огромная. Мы даже не представляем, мы только подошли к тому, чтобы понять, как работает эта информация. Но еще много-много осталось неизвестного для того, чтобы прочитать. Как видите, объем этой информации громадный, и естественно, что то, что происходило раньше, в этой информации может находиться. Эдуард Викторович, давайте спросим наших студентов детского университета, кто может сказать, как расшифровывается слово ДНК? Генетический код. Нет, а вот ДНК, вот эти три буквы, они как расшифровываются? Пожалуйста. Длительная молекула нашей памяти. Нет, нет, нет. Дизиктерио-нуклеиновая кислота. Ну, не совсем так. А как, Эдуард Викторович, дизокси-рибонуклеиновая кислота? Давайте мы вместе выучим. У нас лекция как раз ДНК посвящена. Повторяйте за мной. Дизокси-рибонуклеиновая кислота. И давайте все вместе. Дизокси-рибонуклеиновая кислота. Три-четыре. Рибонуклеиновая кислота. Продолжаем. Молодцы. Дальше. Так вот, интересная особенность, то, что во время репликации у нас, видите, красненьким исходная молекула ДНК. Так вот, во время репликации у нас получается, что эти красненькие раскручиваются и присоединяются к ним новые нуклеотиды в виде синеньких цепей. Но при этом красненькие цепи остаются теми же самыми, которые были у родителей. И в следующем поколении эти красные цепи так и остаются дальше. То есть получается, что если мы посмотрим на родословную нашу, то какие-то из нитей ДНК мы напрямую получили от наших дедушек, бабушек. То есть буквально эти молекулы были у них в клетках. И если проследить это дальше, то, возможно, какие-то молекулы ДНК у нас были получены еще от наших далеких-далеких предков. Дальше. Но, естественно, что хотя главная функция ДНК это копирование информации, тем не менее, происходят во время этого копирования ошибки. И вот как они происходят. То есть у нас, допустим, была одна пара нуклеотидов, спаренных друг с другом. Но когда они разошлись, то ошибочно может присоединиться другой нуклеотид. Затем, когда во втором раунде цепи разойдутся, то к ошибочному нуклеотиду уже присоединится другой нуклеотид. И у нас возникнет две нити ДНК, различающиеся по одной паре нуклеотидов. Это называется... Генетическая мутация. Мутация, правильно. Генетическая мутация. Генетическая мутация. Да, мутация. Так вот, потомки того организма, у которого эта мутация возникла, будут нести все эту мутацию. Вот на следующем слайде мы можем увидеть, как это происходит. То есть первоначально мутация возникает у одного организма, затем мутации начинают накапливаться. И чем недавнее произошли эти мутации, тем меньше организмов будет нести эту конкретную мутацию. Таким образом, глядя на эту схему, мы можем определить, в какой момент произошла эта мутация, раньше или позже у предка. И сравнивая эти мутации друг с другом, мы можем сказать, какие организмы являются более близкородственными, какие менее близкородственными. То есть с помощью такого анализа мы можем сказать, кто является непосредственным нашим родственником. Дальше. Но для того, чтобы это выяснить, необходимо было просеквенировать ДНК. То есть разобрать эту ДНК на нуклеотиды и прочитать последовательно эти цепи. Впервые было это осуществлено Фредериком Сенгером. Он попробовал это на вирусах, которые имеют очень маленький геном. И дальше. Он проанализировал ДНК, которая заключена в митохондриях. Поясню. Метахондрии – это такие органеллы у нас в клетке, которые имеют собственную ДНК. И по сути они эту ДНК точно так же копируют и размножаются внутри нашей клетки, как отдельный организм ведут себя. По сравнению с нашим ядерным геномом, конечно, это очень маленькая молекула, и ее легче всего было просеквенировать. А вот просеквенировать весь наш геном было на тот момент пока невозможно. Дальше. Пока не был сформирован проект «Геном человека», которому удалось за 10 лет просеквенировать весь наш геном. Естественно, в этом участвовали не только ученые какого-то отдельного института. В этом проекте участвовали ученые всего мира. Они разделили отдельные части генома друг с другом и секвенировали каждую свою часть. Главное, что было вынесено из этого проекта, во-первых, мы научились секвенировать геномы значительно быстрее. То есть технически мы делаем это сейчас уже более дешево и более быстро. Далее. На этом пути мы просеквенировали множество других организмов, которые также важны нам. Из этого проекта было выяснено, сколько у нас генов. Как видите, количество наших генов, в общем-то, не человека. Не слишком превышает количество генов у той же самой мышки. А есть некоторые организмы, у которых количество генов может быть даже и больше. Это, например, некоторые растения. Дальше. Анализируя сходство последовательностей ДНК, можно было проанализировать родственные взаимоотношения между всеми организмами и построить филогенетическое древо. То есть на сегодняшний день мы можем построить взаимосвязи между всеми организмами на Земле и построить схему, как они возникали друг от друга и какова их история. Дальше. Но мы не будем углубляться дальше. Мы попытаемся наших ближайших родственников посмотреть. Так вот, давно ученые говорили о том, что обезьяна является предком человека. И генетические данные, в общем-то, это подтвердили. Они даже позволили сравнить ДНК современных обезьян с нашей ДНК. И получилось, что ближе всего по степени сходства к нам шимпанзе. Чуть дальше от нас находится горилла и чуть дальше орангутан. Вот эти данные позволяют нам построить филогенетическое древо, как возникали наши общие предки, в какой момент происходило расхождение между нами и современными обезьянами. Вот здесь следует понимать, что современные обезьяны не являются напрямую нашими предками. Они являются нашими родственниками. А тот, кто был нашим предком, общим предком, мы, к сожалению, не всегда можем знать. Дальше. Ну, то, что мы являемся родственниками, можно не только в молекуле ДНК это выяснить, а можно выяснить по хромосомной структуре. То есть, если взять наш хромосомный набор, то мы обнаружим, что последовательность окраски на хромосомах обезьян и наша практически полностью совпадает друг с другом. Единственное у нас отличие в числе хромосом. То есть, у нас 46 хромосом, а у обезьян 48 хромосом. Но это отличие весьма условно, потому что оказалось, что вторая наша хромосома является, по сути, слившейся от двух хромосом обезьян. И если их сопоставить, то получается, что, в общем-то, у нас те же самые хромосомы, что и у обезьян, но в какой-то момент мы все-таки стали независимы друг от друга. Дальше. Анализировать геном, конечно же, это важно, но не всегда можно проанализировать прямой путь от предка к нам. Почему? Дело в том, что есть такой процесс рекомбинации. Когда рождается новый организм, он рождается в результате слияния гомет, и мы от мамы и от папы получаем часть хромосом. Причем получаем мы в случайном порядке. Ну, естественно, что мы получаем одинаковые пары хромосом от мамы и от папы. Но какая из этих хромосом окажется от мамы, а какая от папы, здесь будет уже очень сложно. Поэтому в результате, через какое-то поколение, мы, к сожалению, не сможем сказать, откуда эта хромосома пришла. От линии бабушек или от линии бабушек мамы, или от линии бабушек папы. Дальше. Более того, эти хромосомы могут рекомбинировать друг с другом, то есть обмениваться генетическим материалом, обмениваться цепями ДНК. В результате, если мы вначале предположим, что у нас есть структура вот этих хромосом, то после рекомбинации у нас уже части хромосом перемешаются, и в следующем поколении еще больше перемешаются, и еще больше перемешаются. В результате рекомбинации, к сожалению, ДНК, наша ядерная ДНК, не приспособлена для того, чтобы проследить прямой путь от ближайших предков. Дальше. Но есть такая ДНК, которая не рекомбинирует в нашем геноме. Это та самая митохондриальная ДНК. Митохондриальная ДНК передается у нас только по материнской линии, в цитоплазме, полученной от мамы. И поэтому получается, что эта ДНК идет напрямую мама, бабушка, мама, дочка. Ну и у мужчин тоже есть своя ДНК, которая передается только по мужской линии. Это Y-хромосома. Она тоже не рекомбинирует. И Y-хромосома у нас получается только по мужской линии. И вот эти два типа ДНК, там рекомбинации нет, но есть мутации. И эти мутации, накапливаясь в этой молекуле, дают нам возможность проанализировать ближайших наших родственников. То есть от кого эта ДНК произошла. Вот эта ДНК, митохондрии и Y-хромосомы, называется гаплогруппа. Гаплогруппа, потому что она не рекомбинирует. Дальше. На сегодняшний день разобраны практически все гаплогруппы для митохондриальной ДНК. И видно на этой схеме, что в общем-то у нас в разных странах присутствуют разные типы гаплогрупп. То есть это внизу перечислены как раз те типы гаплогрупп, которые есть по митохондриальной ДНК. А в кружочках у нас изображено, сколько каких гаплогрупп присутствует на той или иной территории. Дальше. Это была митохондриальная ДНК. А сейчас мы перейдем к Y-гаплогруппам, то есть к Y-хромосомам. Вот здесь, на этой карте, изображено расположение определенных гаплогрупп, привязанных к определенной территории. Например, ну, естественно, нас интересуем мы сами, да? И вот здесь мы видим, что на той территории, на которой мы проживаем, присутствует R1A гаплогруппа. Но этот рисунок является не совсем верным. Почему? Дальше. Дело в том, что вот будет более точный рисунок, потому что на каждой территории присутствуют разные гаплогруппы, просто разные гаплогруппы присутствуют в большем или меньшем количестве. И вот тут сами понимаете, как мы определяем, где у нас произошла капля краски, капнула. Туда, где наибольшая концентрация будет. А затем за счет диффузии эта краска будет расходиться. Так и в случае гаплогрупп. На той территории, где наибольшее количество этой гаплогруппы, значит, она там возникла. А дальше идет расхождение и уменьшение концентрации числа этой гаплогруппы. Эдуард Викторович, давайте небольшую паузу сделаем и дадим возможность нашим студентам задать вопросы. Меня зовут Зарина. Я не очень понимаю, как содержатся эти схемы. Это все получается в результате анализа нашей ДНК. То есть у человека, конкретного человека, мужчины, естественно, если мы анализируем Y-гаплогруппу, выделяется Y-хромосома, а дальше анализируется ДНК в этой Y-хромосоме. Потом анализируется ДНК у других мужчин и строится соотношение, процентное соотношение этих гаплогрупп на данной территории. Ярина, а как выглядит Y-хромосома? Y-хромосома выглядит точно так же, как и все остальные хромосомы, но она очень маленькая. То есть по сравнению с остальными хромосомами она небольшая и содержит около сотни генов, которые остальные хромосомы могут до тысячи генов содержать. И это позволяет, в общем-то, этой ДНК не перемешиваться, не участвовать в рекомендации. Еще вопрос, пожалуйста. Меня зовут Стася. Скажите, пожалуйста, а вот каждый кружок – это каждая страна? Да, это страна. Дальше. И вот, если мы выделим одну какую-то гаплогруппу, ну, естественно, мы свою гаплогруппу берем, то мы обнаружим, что как раз на нашей территории, там, где мы с вами живем, преобладает R1A гаплогруппа. Но самое интересное, вот здесь вы можете увидеть, что распространение идет не по границам государственным. То есть явно распространение этих генов происходило до того, когда мы разделились на эти государства. И, может быть, даже разделились на некоторые национальности. Потому что, обратите внимание, мы живем в Татарстане, у нас здесь две преимущественно национальности – это татары и русские. Но если мы посмотрим на территорию, то мы не увидим границу между Татарстаном и Россией. Дальше. Так вот, если проанализировать все гаплогруппы, которые присутствуют у наших национальностей, мы обнаружим, вот, соответственно, гаплогруппы Татар и русских, и мы увидим большое сходство между ними. То есть гаплогруппа R1A, которая у нас на территории наиболее часто присутствует, она в одинаковом большинстве присутствует и у русских, и у татар. Но у татар в большей степени присутствует гаплогруппа N. Это финно-угорская гаплогруппа, то есть она идет у нас с севера. Далее. Известна, наверное, история о татаро-монгольском Иге, о том, что из Монголии пришел Чингисхан, завоевывал наши территории, и потом это сформировалось в Золотую Орду. И вот с помощью генов можно попытаться понять, насколько мы близки с монголами. Верните, пожалуйста. Вот здесь представлены внизу гаплогруппы монголов. И видно, что преимущественно здесь присутствует гаплогруппа C, которая у нас, у русских и у татар, в общем-то присутствует в очень маленьком содержании. Вот здесь. Очень-очень мало ее. Ее больше как раз у казах, которые ближе относятся к этой территории. И если проанализировать гаплогруппы китайцев и японцев, то вы увидите интересную вещь, что японцы образуют отдельную группу от, островная группа, отдельная от материковых групп. То есть получается, что японцы, когда переселились на острова, они долгое время находились в изоляции, в генетической изоляции от других групп, поэтому сложили свой собственный гаплогенотип. Интересно, что китайцы – очень однородная группа. И там присутствует О3 гаплогруппа, которая присутствует также и у монгол. Конечно, монголы и китайцы находились рядом друг с другом, но все-таки четкое различие между монголами и китайцами говорит следующее, что китайская стена все-таки сыграла определенную роль для изоляции, прежде чем китайцы и монголы перемешались. А там, где мы живем, стен не было. Стен не было, и в связи с этим мы постоянно, наш генотип перетекал из одной стороны в другую, и поэтому мы являемся очень близко родственными друг к другу. Можно сказать, наверное, одними из самых близких групп национальных. Дальше. Конечно, у каждой гаплогруппы есть свои мутации, и можно проанализировать эволюцию, филогенею этих гаплогрупп, и мы увидим, что, конечно, гаплогруппы, та же самая одна Р1А гаплогруппа, она несколько отличается у татар и у славян, но эта гаплогруппа также присутствует и у балтийских народов. Так вот, все равно мы имеем общее происхождение, общее происхождение друг с другом. Дальше. Ну, здесь, на этой схеме взяты не отдельные гаплогруппы, а взята суммация всех данных, которые мы получаем на сегодняшний день от всех гаплогрупп, и вот интересная особенность здесь можно увидеть. Вот здесь, вот я попытаюсь здесь, вот это татарская группа, это татары располагаются здесь, а русские растянуты вот здесь вот от финно-угорской группы, здесь рядом татарская группа, и здесь южные славяне, то есть украинцы. То есть получается, что русское население, оно распространялось по всей территории и смешивалось с теми народностями, которые были на этих территориях. Поэтому в случае русского генотипа у нас очень много генов от других национальностей. Дальше. Благодаря гаплогруппам мы можем проанализировать миграцию и то, где возникли первые люди, как они мигрировали, и как они распространялись по земному шару. И вот здесь видно, что первые люди у нас возникли в Африке. То есть сначала я имею в виду не люди как наши предки, а непосредственно гомо сапиенс, то есть непосредственно тот вид, которым мы являемся. Он возник в Африке. Затем перешел в Азию, распространился в Европу и через Азию проник на американский материк. И, соответственно, до Южной Америки достиг последнюю очередь. Дальше. Но наша ДНК, которую мы сравнимаем, это ДНК, конечно, уже потомков того, что было раньше. И, например, сравнить ДНК вымерших организмов не представляется возможным. Хотя есть все-таки способы это изучить. Например, можно взять ДНК из костей вымерших организмов. Но если мы возьмем динозавров, там от ДНК ничего не осталось. А вот ДНК неандертальцев, например, получено. Правда, кости, они лежат в земле, и там кругом бактерии, которые имеют свою собственную ДНК. И вот чтобы не спутать, приходится стерилизовать поверхность, потом пробуравливаться внутрь этой кости, вытаскивать оттуда стерильный кусочек и затем анализировать эту ДНК. Дальше. И, как выясняется, мы с неандертальцами тоже близкие братья. Более того, стойбище неандертальцев и кроманьонцев, то есть гомо сапиенс, находятся недалеко друг от друга, поблизости. И, возможно, можно сделать предположение, что история была такова. Мы жили рядом, мы конкурировали друг с другом, мы, возможно, скрещивались друг с другом. Об этом говорят особенности наших генов, то, что у европейцев, где они встречались с неандертальцами, как раз присутствуют гены неандертальцев в нашем геноме. Но в итоге мы победили. Мы победили неандертальцев в этой конкуренции и остались на сегодняшний день только один единственный вид в нашем роде. Дальше. Исследования, о которых я сказал, они ведутся также и у нас в Казани, и на сегодняшний день есть несколько геномных центров, которые пытаются анализировать ДНК жителей Татарстана и пытаются применить это в медицинских целях. То есть определить, какие мутации у нас встречаются чаще и с какими болезнями это связано. Очень интересная, сложная, но очень интересная лекция. Пожалуйста. Почему ДНК динозавров-то не сохранились? Если у неандертальцев они сохранились, то можно взять ДНК динозавра и как-то в будущем можно будет восстановить его ткань, и то есть получится копия динозавра, не сам динозавр. Об этом мечтали ученые еще до того, как стали изучать геномику. Они думали, что если мы найдем ДНК динозавра, мы так и сделаем. Но, к сожалению, неандертальцы жили не так давно, и ДНК имеет свойство разрушаться со временем. Поэтому чем дольше прошло время, тем меньше ДНК осталось. Например, у тех же неандертальцев мы можем получить митохондриальную ДНК. Она маленькая и поэтому сохранилась лучше. А весь геном мы, к сожалению, не можем тоже и у неандертальцев получить. А у динозавров ничего не осталось вообще. ДНК же может восстанавливаться, делать свою копию. ДНК может поддерживаться только в живом организме. Так, следующий вопрос, пожалуйста. Быстро только. Правда ли, что если взять ДНК человека, который живет в наши дни, можно его по клеткам восстановить? Вы имеете в виду клонировать? Вы имеете в виду, если взять ДНК из клетки одного человека, переместить его, заменить ядро в другой клетке, то можно получить копию, точную копию. Да, теоретически можно, но она будет думать, это ваша копия, она будет выглядеть как вы, но думать по-другому, потому что ее будут воспитывать в другое время. Хорошо. А что означали там эти кружки на презентации? Вот такие маленькие. Соотношение, процентное соотношение разных генов. У меня есть вопрос к началу презентации. Там к родославному дереву. Покажите начало презентации. У всех, у родителей были все красные гены, потом там становились... Я понял, красная, синенькая, да. Красная – это не гены, это, ну понятно, что там гены присутствуют, это молекула ДНК. Это просто молекула ДНК, непосредственно на которой, которая выступает как матрица, по которой печатается текст. То есть, как в типографии, у нас есть матрица, которая на бумагу прижимается, и в результате текст отпечатывает. Вот она печатает, 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 много одинаковых текстов. Вот как раз вот эта матрица, она печатает множество ДНК, и на следующем этапе уже вторая цепь становится матрицей. Как молодой человек, вот, пожалуйста, да. А могут ли болезни передаваться по генам? Ну, например, кифоз, сколиоз? Могут. Есть, конечно, болезни по-разному передаются, есть болезни, вызванные внешними факторами, и здесь нужно бороться за условия. Но есть болезни, от которых избавиться невозможно, они передаются с генами. Спасибо. А вы говорили, что у татар и русских есть свои гены. А если ты и татар, и русский, то как понять, ты какой ген? Ну, вы, наверное, имеете в виду, есть ли специфичные гены только русских и специфичные гены только татар? Да? Можно пошли? Нет, таких генов нет. У нее вопрос, если папа татарин, мама русская, вот что у нее в итоге получается? Вы хотите узнать, татарин он или русский? Это проблема, наверное, самой идентификации. Как хочу. Так, пожалуйста. А как-нибудь, если смешать ДНК какой-нибудь рыбы и человека, что получится? Действительно, что получится? Ну, ничего не получится, на самом деле. Делали такие эксперименты, смешивали ДНК, вернее, даже не ДНК, а ядра мышей и человека. Делали такие эксперименты. И во время деления происходило следующее. Конечно, из этого организма не получили, но происходило следующее. Хромосомы человека, они терялись. То есть, как бы, хромосомы мыши оставались, а хромосомы человека терялись из клетки. Ну, то есть, клетка избавлялась от чужих хромосом. Спасибо. Так, дальше. Можно, да, спросить? Вот советский паучий. Подождите. А можно заменить человека генетическими экспериментами, типа, во время жизни? Еще раз. Еще раз, непонятно. Можно живой организм, внедряв в него клетку, другие хромосомы, которые могут прижиться, изменить его структуру? Могут. Можно. Просто, чем больше генетического материала вы вносите, тем сильнее будет изменен организм и, вероятнее всего, погибнет. Поэтому отдельные гены вводить легче, чем целые хромосомы. Так, пожалуйста, вы представляете сразу. Добрый день, меня зовут Данил, и у меня есть такой вопрос. В Советском Союзе хотели сделать такой опыт, создать суперсолдат, суперчеловек. Это хотели смешать ДНК гориллы и человека. Как вы считаете, это получилось или нет? Такие эксперименты не проводили. То, что показывали по телевизору, это, возможно, идеи некоторых отдельных ученых, которые были не только в Советском Союзе, но такие антиморальные, антиэтические эксперименты не проводили открыто, официально, и поэтому в Советском Союзе такой идеологии не было. Я хочу спросить у вас, кто такие неандертальцы? Да. Неандертальцы свое название получили от местечка Неандр в Германии. В пещерах обнаружили кости, которые очень напоминали человека, но объем мозга и черепная крышка отличались от современного человека, и скелет был более коренастый. И тогда некоторое время обсуждали, является ли это мутант или это отдельный вид организма. На сегодняшний день считается, что это отдельный вид, который был наряду с нами, жил, ну, пещерный человек, который жил вместе с нами на одной территории. Спасибо. И завершающий вопрос, вот, молодой человек, у нас все могли вопросы задать. Пожалуйста. Получается, с помощью мутации люди получаются разными? Если бы не было мутации, все бы люди были одинаковые? Да, действительно, мутации накапливаются со временем. Более того, по определенным подсчетам, мы все несем в себе отдельные мутации, но этого недостаточно даже для природы. И во время рекомбинации перемешивания хромосом, когда вы рождаетесь, то помимо мутации у вас еще рекомбинируют и сами гены. Поэтому мы просто не похожи даже не за счет мутации, а за счет рекомбинации. Спасибо большое. У вас у всех будет возможность задать еще вопросы. Эдуард Викторович здесь находится. Давайте поблагодарим его за прочитанную лекцию. Если у вас вопросы возникли, он здесь ответит на все ваши вопросы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова